Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолостного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводные хмурые простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колонадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами как городская муть, видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить в древески это застывшее разочарование. Еще во времена Петра I диячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни в потьмах, увидел Кикимору, худую бабу и простоволосую, сильно испугался и затем кричал в кабаке, Петербургу, мол, быть пусту, за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор должно быть и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, то в полночь в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночь на лихаче по дороге на острова, горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду. И, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург лишь мечта. Бред, возникший в его голове, отуманенный вином, любовью и скукой.